Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы с вами продолжаем проходить Мафию Третью. Итак, нам остаётся всё меньше и меньше заданий, а точнее, если не ошибаюсь, осталось только вот здесь вот. Тикфа Харбор. Донован разузнал всё о нелегальных перевозках в Тикфа. Давайте поговорим с Донованом и узнаем, что он для нас подготовил. Как вы только тут живёте, в городе, народ. Жарко. Влажно. И большую часть времени запах стоит, как от вонючей реки. Да ладно, запах как запах. Тут воняет грязью. Влажный, гнилой и грязищей, скапливающийся тут веками. Дельта Меконга воняло точно так же. Меня тошнило от этой вони тогда, тошнит и сейчас. Что ты в итоге выяснил? Тикфа Харбор держит Фрэнко Фрэнк Пагани, отчитывается перед Томми Маркана. У Пагани есть личная посудина, Танагра, на которой он возит товар в город и из него. Последние месяцев восемь регулярно ходил на Бермуды. А что там на Бермудах? А ни хера там, на самом деле он мотался на Кубу. Маркана когда-то держал несколько казино в Гаване. Полагаю, Фрэн вытаскивал из них всё, что они привенчены, и вывозил обратно сюда. Сколько усилий, чтобы достать несколько старых столов и игровых автоматов. Что-то там ещё должно было быть. Жалко, нельзя наведаться к Фрэнку и расспросить. Засранец сейчас в Гаване и не планирует возвращаться в ближайшее время. Придётся вынудить его изменить расписание. Фрэнк в основном занимается уголом машин и перевозкой грузов. Ищет точки, где проворачиваются подобные дела. Как только ты начнёшь вредить его бизнесу, он вернётся. Принято. Я поставлю прослушку на линию береговой охраны. Дам тебе знать. Так, ну ладно, хорошо, как всегда. Нам нужно с вами нанести урон, нанести урон, нанести урон. Всё время нанести урон. Вы знаете, у меня желание поиграть во второй мафию всё сильнее и сильнее. Наверное, обязательно после прохождения этой мафии начну прохождение в рамках рубрики «Прохождение старых игр», «Прохождение второй мафии». Подробненько и... не знаю. Пройдём её очень подробно, со вкусом. Так, нам куда-то сюда. Нам куда-то сюда. Эй, сюда. А, прикольно. Так это ты тот жуткий сукин сын, который взялся за Джуниора Холланда. Мне тоже очень приятно познакомиться с Леди. Не закипай. Я ничего плохого не имею в виду. Я Джина Ковальски. Мы с отцом раньше угоняли тачки для Джуниора, пока он не наспалил нас и не перекинулся к Маркану. Я не вижу здесь своего отца. Он умер в тюрьме на прошлую Пасху. О. Сочувствую. Ему не стоило попадаться. Джуниор приторговывает тачками на заправке Бейст Оил. Туда к нему профи пригоняют роскошные машины. Чёрт, у него там даже подпольная горючка продаётся. С нефтезавода. А куда потом идут эти тачки? Что-то он продаёт здесь, но с учётом того, сколько новых хороших машин за последнее время пропало, похоже, Джуниор готовит партию на продажу за пределами города. Если его людей можно найти в городе, я их разговариваю. Может, даже узнаю о профи, который на него работает. До встречи, Джина. Парни Джуниора, как всегда, да-да-да, сложно напугать, бла-бла-бла. Для меня вообще не сложно. Так, всё, погнали. Кстати, смотрите, прямо рядом с нами, вот мы находимся здесь, а вот прямо там что-то происходит. Там что-то можно взорвать, что-то уничтожить. Секундочку. По идее... А, ну нет-нет, это и есть то, что у меня здесь открылись всякие разные задания мини. Как всегда, нужно нанести всего 40 тысяч урона. Блин, вот это радует. Всего 40 тысяч, это не так много. Главное, чтобы урон нормально наносился, когда мы что-то взрываем или уничтожаем. Нам куда-то, блин, сюда. Ого. Прикольно так, жук сверху заставлен всякими, завален чемоданами. Здорово, первый раз такое вижу. Нет, мне лучше стоит, наверное, поближе подъехать. Ага, уничтожить партию угнанных машин. Но я сейчас с ними вообще не буду, как бы, фмильярничать. Быстро заходим, быстро всё взрываем, всех убиваем и уходим. Забираемся в бабки. Так, только теперь осталось вход найти. Ребят, где у вас здесь вход-то, ау? Все двери эти не открываются. Эта дверь не открывается. Господи, где вход-то у них? А! Наверное, кажется, где-то здесь. Тихо, спокойненько. Тихо, спокойненько. Раз. Два. Что там происходит? Три. Чёрт. Там с газом бочка, отлично. Где-нибудь ещё есть? Тихо, тихо, тихо. Чё ж вы меня всё время негром называете, падла, а? Это очень некультурно. Очень, очень некультурно. Есть, убили. Так. Да, вот это взорвём. Вижу, урода. Нормально. Молотов кидать не умеет. Так. А я умею кидать молотов? Давайте посмотрим. Давайте туда раз. А, это не молотов, это граната, блин. Ха-ха-ха-ха. Это грёбаная граната. Прикольно. На нафиг. Замечательно. Оттуда откуда-то огонь ведётся, да? Где он там? Я что-то... А, вон он за ящиком, господи, спрятался. Я просто не туда смотрю. Тихо-тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, чувак. Ну, высунься давай, а? Слева где-то ещё один с автоматом. Есть, этого положили. Какой-то странный здесь прицел, понимаете? Ну, реально, очень странный. Не всегда вот, когда ставишь точно в голову, он попадает в голову. Пуля летит куда-то то ли левее, то ли правее. Дико непонятно. Давайте это всё взрывать нафиг. Но, по идее, мы наносим... Вы посмотрите, сколько мы урона наносим. Это же просто жесть. Мне кажется, вот просто уничтожив этот парк, автомашинам мы должны нанести весь нужный урон. Так, ещё патроны для пистолета есть где-нибудь? О, здесь автомат. Молотов, пистолет. Бабки есть? Вон, бабки лежат, замечательно. Сейчас ещё вот здесь заберём. Слушайте, мы сейчас так быстренько всё сделаем. Уже 11 тысяч осталось нанести всего-навсего. Секунду, я ещё что-то бабки не забрал здесь, кажется, да? Да, вот ещё деньги, ещё 3 тысячи подобрали. Следующее задание, которое можно было бы выполнить, например, убить угонщиков джуниора. Осталось нанести урона всего 4 250, так что пойдёмте туда, это и сделаем. Ну, смотрите, здесь вот такие задания, и район, они, ну, напрямую связаны с автомобилями, с угонами и прочим-прочим. То есть, вот сам бог велел отдать этот район как раз ирландцу нашему Берку. Так, мы уже совсем рядом, это где-то здесь, 100 метров. Давайте подъезжаем, быстренько там всех убьём. Я вон уже вижу, я уже, кажется, вижу патрульного, часового. Или это просто рабочие доков, чёрт его знает. Так, вон, этого нужно убить. Сейчас попытаемся обойти его сзади. Давай достанем калаш. Давай достанем калаш, подойдём поближе и быстренько расстреляем его. Тихо, только спокойно. Главное, сейчас, не накосячить. Главное, не накосячить. Этот нас не видит. Этот стоит спиной. Убили, убили, убили. Тихо, спокойно. Где он? Ха-ха! Да уберите эту надпись, она мне мешает. Так, одного убили. Бабки забрали, но мало. На самом деле, не хватает буквально 500 баксов. Не хватает, жесть. А смотрите, впереди какая-то машина, и там цель. Нужно убить водителя. Что за фигня? Это нанесёт урон, интересно, или нет? А? Что, 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 что? Кто там такой за рулём, а? Кто там такой крутой? Тихо, 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 тихо. Ну-ка, оружие. Ну-ка. Убили. Всё, урон нанесён. Но кто-то вызывает копов. Уберите надпись, уберите. Дайте убить этого свидетеля. Копы, это самое-самое неприятное в этой игре, грёбаный. Всё, вроде свидетелей нету. Всё отлично. Там копы рядом стояли. Стрельбу не слышали. Ну, конечно, здесь так оружие звучит, что даже я не знаю. Я бы ничего не услышал. Подумал, что петарды взрывают. Всё, поговорить обратно с женой Ковальски едем. Поговорить с ней. Я слышал, Атер шевелила этого придурка Джуниора. На меньше я и не рассчитывал. Старый приятель, который в курсе, что творится в Бест-Ойл, говорит, что Джуниор относится как ошпаренный, портит всем жизни и не собирается сдаваться, пока не сможет заново наладить бизнес. Впервые слышу, чтобы у Джуниора Холланда было столько рвения. Когда надо выслужиться перед целом Аркана, конечно, будет жопа гореть. Ну и Кокс помогает, само собой. Когда будешь драть ему задницу, передаешь, что не стоило ему трогать Джину Ковальски. Увидимся, Джина. Ну что ж, друзья, мы на месте. Здесь просто толпа этих гадов. Чёртова толпа этих уродов. Так, вон стоит часовой. Ну я, честно говоря, прям даже не знаю, как его можно было бы снять сейчас по-быстрому. А чё по-быстрому-то? А чё мне париться? Кого я вообще боюсь? Я никого не боюсь. Я никого не боюсь. Так, троих убрали. Справа кто-то ещё есть? Тихо, тихо, тихо. Чего ты сказал? Твоей собаке понравится раздирать мою тушу? Ну ты злой, а? Привет. Я всё ждал, когда кто-нибудь выйдет из этой грёбанной двери. Идёт, да? Идёт, замечательно. Спасибо. Нормально, подобрали патроны. Заходим сюда. Можно даже подлечиться, потому что здесь... О, кто-то ещё идёт, да? Только он просто, мне кажется, не знает, в какую сторону... А, знает! Вот как ты знаешь, где я? Ау, ау, ау! Тихо, 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 тихо. Откуда он знал, где конкретно я нахожусь? Ну да ладно. Вон там, вдали ещё один. Больше его там нету. И больше я здесь никого не вижу. Быстренько сейчас возьмём отсюда... Адреналинчик. Давайте возьмём в руки автомат, перезарядим его. И погнали, быстро убьём босса. Раз. Готов. Есть, 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 всё хорошо. А где же он? Смотрите, все бабки тут, а его здесь нет. Обалдеть. Даже картина Варгаса тут. Даже картина Варгаса тут была. Всё в порядке. Тихо, ты ёп! Зараза. Так. Здесь патроны. Мне уже даже неинтересно читать все эти записки. Потому что в них, блин, ну... Мне неинтересно вот это развитие сюжета по запискам. Какие-то приказы, которые там в них написаны. Потому что сюжет подан неправильно. Куда нам нужно с вами попасть? А, куда-то туда. Я ещё и не там всех этих гадов завалил. Блин, ладно, пойдёмте туда. Где же он в этом трейлере, что ли, да? Спокойно, нормально. Эх, чёрт. Подлечился. Нормально. Пошёл нафиг, сдохни. Ещё один. Есть. Вижу. Убил. Этот тазак нас стреляет. Убил. Так. Автомат. И сейчас там уже босс. Вон, вон в окне. Тихо, тихо, тихо. Вот смотрите, она нихрена не попадает. Вау! Чувак, ты меня почти убил. Это было круто. Есть, попал. Ну-ка, босс. Ну-ка. Ну-ка умирай, сволочь, а. Что там с ним? Ну-ка, сволочь, умирай. Ага, у него магнум. По звуку вообще... Нет, винтовка на самом деле. На самом деле винтовка. Эх ты, господи, ребята. О, ты посмотри, там ещё кто-то есть на причале. Обалдеть. Но ты бы там сидел тихонько, за камушком. Тебя бы никто не тронул. Зачем ты вообще что-то сказал? Всё было бы нормально. Привет. И где теперь твои остальные яйца, Джуньор? Он нам даже ничего не сказал. Обалдеть. Мы его просто пришили и всё. Автоугонный бизнес захвачено. Автоугонный бизнес мы с вами, безусловно, отдадим. Берку? Потому что как раз машина, это вотчина Берка. Это то, чем она занимается. Поэтому машинами в этом городе будет заниматься он. Дальше что у нас? Поговорить с Пабло Эдуардо. Пабло решил помочь вам по очень личным причинам, которые связаны исключительно с Фиделем Кастро. Что? Ладно, странно. Убить Пагани. Подготовка. У Донована есть информация о Фрэнке Пагани, мерзавце, которого Маркана поставил главного тигфа в Харбор. Ну, пойдёмте лучше вот этого выполним. Пойдёмте лучше это выполним. Тихо. Куда я поехал? Упси-дейси. Я только что перехватил разговор Фрэнка Пагани и Томми Маркана. Первый голос на плёнке как раз Фрэнк. Что, мать вашу, значит, всё пропало? Он пришёл и всех убил. Я впервые в жизни вижу Сэлла настолько взбешённо, возвращаясь, как и быстро. Сэлл, говоришь, взбешён? А как насчёт меня? Я тут вкалываю, как и шаг. Как теперь ещё и говно это разгребать? Я говорил, что позабочусь о тебе и слов назад не беру. Вернёшься, всё успокоится, и я со всем разберусь. Да уж, мать твою, я надеюсь. Корабль отходит с минуты на минуту. Мне нужно ещё кое-что закончить, потом сразу лечу к вам. Я сверился с записями службы движения судов. В Тонагре может прибыть любой момент. Фрэнк тот ещё скользкий ублюдок, так что я понятия не имею, где в городе он заляжет. Зато его машина точно на Тонагре. И, говорят, он очень сильно к ней привязан. Значит, если мне удастся пробраться на корабль и установить эту штуку, я смогу отслеживать его перемещение. Это та же модель, которую мы используем против советов. Датчик на ртутной основе. Поймаешь сигнал, просто следуй за ним, и всё. После того, как я устанавливаю жучок, разнесу к чертям его район. Нет смысла оставлять хвосты. Уверен, Фрэнк оценит твою педантичность. Окей, открыто сюжетное задание. Связь с Кубой. Мне нужно туда добраться, блин. Добраться до Тонагры. Где моя машина-то? Чувак, где моя машина? Ну что, господи, всё как всегда? Просто пойдём и всех убьём. А чё париться-то? Привет, ребят. Нормально. Спокойно заходим, всех убиваем. Спокойно уходим. Сейчас патроны подберём. Что, что, что? А как туда попасть? А, вот так через ящик, что ли, только? Нормально. Как-нибудь видишь ещё? Я вон вижу, вот там. Есть. Ещё один. Минус три. Это просто грузчик там вдали. Вот там парочка идёт за углом, я так понимаю. Опа, высунулся, отлично. Он просто не знает точно, где я нахожусь. Чёрт, а? Не попал. Куда он чё сонул? Это я не понимаю кто. Он не отмечается на миникарте, значит это не агрессивный. Давай перемахнём. А не на самом деле, мне кажется, компьютер даже не знал, куда идти, потому что я был за стеной, по большому счёту. Чёрт. Нормально. Есть. Всё путём. Тихо-тихо, давай высунься, молодец. Чё сказал? Это ты, мёртвый засранец. Ау. Это было больно. А ты-то как-то не умер. Всё, сдох. Отлично. Сейчас ещё один высунется. На, на, на. Где же они крепкие? В них пуля попадает. Они даже вообще вот почти не дёргаются. Ну как так-то? Господи, а? До свидос. Ну и в принципе всё, нам осталось только добраться до корабля. Мы по большому счёту, получается, вообще всех практически перебили. А, попасть-то на Танагрову. Да запросто. Оп. И попали. Всё, я внутри. Так, мне нужно попасть как-то туда вниз, да? Ой, чё-то я не то нажал. Секунду. Туда куда-то вниз нужно попасть, быстренько. Они сейчас что, хотят здесь по лестнице подняться? На нафиг. Есть, отлично. Там ещё парочка. Там где-то ещё парочка за раз. Вы чё, не умерли, что ли? Ладно, хрен с ними. Непонятно, где они все находятся, но явно не здесь. Сейчас установим. Быстренько. Жучок. Но я бы на самом деле заподозрил бы неладное, вот если бы сюда ворвался вот Линкольн Клей и вот это всё сделал. И блин, ну как сказать, я бы реально заподозрил неладное. Вот что бы Линкольн Клей мог бы здесь делать вообще на самом деле? Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Беда, беда, беда. У нас приехали... У нас приехало подкрепление. У нас, блин, приехало долбанное подкрепление. Пошли внутрь пока что временно. Пошли временно внутрь. Здесь их встретим где-нибудь. Где-нибудь здесь их встретим. Они там походу сами друг дружку перестреляли, что ли. Я даже не понимаю, что там происходит, честно говоря. Есть, одного завалили. Ждём остальных. Вот он он, вижу. До свидания. Взрыва слышно не было. Это вообще супер, конечно. Я хотел здесь вот взять на самом деле машину и просто уехать отсюда. Е, всё, поехали. Поехали отсюда нафиг. А вон моя машина, кстати, стоит. Чё я парюсь. Всё, отлично. Завершено. Подготовка завершена. Что дальше? Ну, вы знаете, следующее задание не появляется. Давайте тогда поможем Пабло. Пабло Дуарте. Очень-очень странно. Но, видимо, пока все вот эти задания не сделаем, следующее сюжетное не появится. И, кстати, Пабло Дуарте где-то здесь опять же находится. Где-то здесь совсем рядом. Кажется, ты ждёшь меня. Да, Пабло Дуарте. Ты из конторы? Не совсем. Это проблема? Если ты сделаешь так, чтобы эти красные ублюдки на Кубе перестали получать бабло, тогда проблем нет. Ты из Кубинского революционного совета? Я пережил весь этот ад в 61-м, потом оказался тут. Но у меня остались связи. Так я и обнаружил, что Фрэнк Пагани гоняет контрабанду. Его человек, Папаша Холланд, заправляет грузовой станцией, ведёт активный бизнес с Гаваной. Все это болтовня красных про общественную собственность. Такой бред, что слушать тошно. Они только о деньгах и думают. С тех пор, как Папаша Холланд лишился ревера Роу, он использует авиадоставку. Они всё время меняют точки. Так что тебе придётся выяснить, где сброс. Я уверен, что люди Папаши будут счастливы мне помочь. До встречи, Пабло. Эх, господи, всё как всегда. Пошли выбивать информацию. Спокойно, разгромить бизнес воздушных перевозок. Где-то здесь, да? Как там туда? Здесь вот если только пройти? Прямо передо мной. Прямо передо мной где-то ещё там часовой ходит. Или это он на втором этаже? Ого, тут сколько всего, ребятки, а? Фига себе. Фига себе. Тихо. Тихо. Тихо, чувак, тихо. Сдохни. Нормально. Так, там что-то корабль куда-то поднимает наверх. Что за бред? Не понял. О, спасибо за гранаты, за пистолет. Так, 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 так. Никого не вижу. Здесь у нас ещё коробочки. Отлично. Ещё урон нанесли. О, шикарно. Есть. На втором этаже. Понял. Какой молотов. О чём ты говоришь? Гарри, сволочь. Оу, чёрт. Это было больно. Давай, вылечивайся быстро, вылечивайся. Где он? Вот он он, да? Его нужно допросить. Сейчас допросим. Сейчас допросим. Секунду, секунду, секунду. Ещё бочки. Есть. На втором этаже, да? Да пошёл нафиг. Лежать. Сзади ещё один приближается, вижу. Где этот гад? Где-то тут рядом. На нафиг. Спасибо, давайте допросим этого урода. Контрабанный бизнес с папашей Холландой. Я хочу знать о нём всё. Груз должен сбросить на пристань для яхт. Заправляй там всем злобный зацелец по прозвищу Фасоленко. Ладно, отпустим нафиг его. Ты чё, живой, что ли? Ну ты не мучайся там, не мучайся. Так. Спокойно. Нам нужно взять здесь. Вот где-то адреналинчик у них лежит. Где-то здесь адреналинчик лежит. Нужно подлечиться по-любому, потому что нам совсем плохо. Есть. Здесь у них патроны. Спасибо, ребят. А, бронежилет. Да, бронежилет, а рядом патроны. Огромное спасибо всем. Баксы. Здесь можно что-то опустить, поднять корабль. Блин, урона осталось нанести совсем чуть-чуть. Совсем капельку урона нанести осталось. Чёрт. Зараза. Всё путём. Итак, всё, мы на месте. Здесь огромное количество, блин, как всегда... Как всегда, огромное количество часовых. И цель, которую нам нужно убить, довольно-таки далеко находится. Так, спокойно. Раз. Два. Нормально. Эти там впереди вообще ничего не заметили, не поняли. Лёг. Чёрт. На. На. Есть, убили. Вау, 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 вау. Чёрт. Ты чё меткий такой, а? Офигел, что ли? Давненько не встречал таких метких засранцев. Здесь вроде никого, никого, никого. А куда-то они все сразу рассосались так лихо, а? Чёрт, не вижу никого. Где, 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 где? Кто он? Где кто-то стреляет? Что за бред? Вон, вижу, бежит. Бежу здесь одного. Есть. На. Этот где-то на втором этаже. Тихо, чуваки. Тихо. Ну вот наша цель. Всё. Есть. Уничтожили его. И теперь, ээээм... Теперь что нам нужно поговорить с Пабло Дуарте? Тебе каким-то образом удалось разозлить одновременно и коммунистов, и гангстеров? Говорят, у папаши Холланда из-за тебя крупные неприятности. Самый простой способ заставить жулика задёргаться, это прищемить его. Да, я слышал, пока не велел папаше возвращаться на грузовую станцию. Папаша никуда туда не выйдет, пока с тобой не разберутся. Я так понимаю, он крутой сукин сын. Опытный. Спасибо за помощь, Пабло, но я имел дело с ублюдками похуже папаши. Всё, погнали, быстренько убьём папашу Уолтера. В общем, всё как всегда, ребят. Врываемся туда. Быстро всех зачищаем. Убиваем папашу. И ввалим отсюда. Я надеюсь, начнётся какая-нибудь финальная стадия уже... Финальная стадия прохождения этой игры, потому что уже пора её нафиг пройти и забыть. И начать играть в что-то более интересное. Раз, два. Нормально. Тихо, 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 тихо. Есть. Этого положили. Так, спокойно. Папаша где-то там отмечен. Я, кажется, в прошлый раз в ту сторону не ходил. Ладно, пойдёмте посмотрим, где это. Корабль. То есть мне нужно поднять корабль. Зараза, подняться в рубку управления. Поднять корабль и перейти туда. Я понял. Блин, вот ведь зараза. Я тогда его как раз... Я его как раз тогда опустил вниз. Так, здесь у них... Здесь у них для меня ещё адреналин. Здесь у них для меня броники. Там подъехало подкрепление, но мне плевать на самом деле. Поднимаем корабль. Ничего они мне не сделают. Поднимаем корабль. Они, кажется, пытаются сюда пробиться, но плевать. Они не успеют. Они тупо не успеют. Мы тупо быстрее. Так. Есть. Дети уродов. Вот одного вижу. Есть, убили. Урод, а? Ты чё, офигел? Ну, высунься. Вау, какой ты быстрый, а? Ты чё принял, чувак? Всё, нормально. Корабль поднялся. Сейчас через него пройдём. И таким образом доберёмся до папаши. Плевать, плевать, плевать. Папаша. Ау, ты где? Здесь ещё картина Варгаса. Здесь ещё картина... Блин, да как же так-то, а? Да сдохни нафиг, а? Этот, что ли, сейчас живой? Непонятно. Картина Варгаса? Нормально. Привет. А я к тебе. Отцепись от меня, мудила! Конечно. Ну, какой трогательный диалог, а? Всё, захвачено. Отдаём это всё дело опять Берку. И смотрим, что у нас будет дальше. Только через несколько месяцев я понял, что Линкольн выжил после побоища в баре с Сэмми и пошёл войной на Сэлла Маркана. До Сиенна Клея в бюро не было. И я представления не имел о его подготовке. Армейское личное дело его было засекречено. В противном случае, я бы догадался, что к чему уже после убийства Ричи Даус это. И нам с вами нужно встретиться насчёт Пагани, но я так понимаю, это уже лейтенант или даже кап этого района, соответственно, когда мы его убьём, мы полностью захватим этот район. Но будем это делать в следующем выпуске, а на этом этот выпуск давайте завершать. Огромное спасибо за внимание, надеюсь, что вам понравилось. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Скоро мы уже, я так понимаю, пройдём Мафию третью. Осталось совсем чуть-чуть, осталось только вот захватить этот район, то есть как раз убить Пагани. И на очереди у нас Салмаркана, а дальше обязательно поиграем во вторую Мафию и в какие-нибудь другие замечательные игры. На этом всё, друзья, удачи. Пока, надеюсь, вижу вас в следующем выпуске.